Много вопросов про Алексея Арестовича, вы с ним общались, были интервью, но вот спрашивают, готовы ли вы снова сделать интервью с Алексеем Арестовичем, и что, на ваш взгляд, с ним происходит? Почему такие колебания в отношении каких-то позиций, которые мы наблюдаем? Турбулентность, скорее. Алексей Арестович находится в Соединенных Штатах Америки. Да, он высказывает мысли, которые многие разделяют, но не решают все высказать. Я бы сказал так. Сделал бы я интервью с ним, конечно, и сделаю, и не одно еще впереди, я уверен в этом. Но у вас нет ощущения, что Алексей Арестович теряет тот потенциал, политический, медийный потенциал лидера общественного мнения, который у него был? У меня есть ощущение, что видео Алексея Арестовича, которые он размещает у себя на канале, как набирали миллион в среднем просмотров, так и продолжают набирать. Раз набирают, значит, ничего не меняется. А вот здесь как раз вопрос. А просмотры всегда ли соотносятся с влиянием? Потому что бывают видео, которые смотрят миллионы просмотров, но у них нет никакого влияния. А бывают видео, которые смотрят 100 или 200 тысяч, и они резонируют, они на что-то воздействуют. Мы же знаем, как это бывает в Ютубе, согласитесь. Я люблю математику и всегда с уважением отношусь к цифрам. Если у меня на двух Ютуб-каналах около 6,5 миллионов подписчиков, ну, это красноречивые цифры. Если меня смотрят, например, то это о чем-то говорит. Если смотрят Алексей Арестович, это говорит примерно о том же. Много вопросов еще про Иосифа Кобзона, которого нет в живых, но с которым вы общались, и даже, если не ошибаюсь, называли его другом. Правильно? Ну, я могу ошибаться. Было такое? Я не называл его другом. Мы дружили с ним и любили друг друга, и проводили вместе много времени, и уважали друг друга. И у меня связаны с Кобзоном-человеком светлые воспоминания. И я не отказываюсь от лет дружбы, которые позади. В 2014 году трещина прошла в наших отношениях после вторжения России на территорию Украины. Мы виделись с 2014 года до смерти Иосифа Давыдовича всего три раза и перезванивались раз 5-6. Я все ему сказал, что думаю о его позиции. Я высказал это на территории турецкого Кипра. Его не пускали в другие страны Европы. Он там отдыхал, и я туда с женой приехал к нему. Полтора часа у нас был разговор, который можно назвать моим монологом. Полтора часа я ему рассказал все, что происходит в Украине, все, что я думаю о России, и все, что я думаю о его позиции. Он очень внимательно, как всегда, меня выслушал, ни разу не перебил и задал один вопрос. Кто тебя так зазомбирует? Значит, Иосиф Давыдович был прекрасным человеком, я подчеркиваю. Это я не боюсь и не стесняюсь называть вещи своими именами. Я говорю всегда правду. Он был прекрасным человеком, прекрасным певцом, само собой. Но, как и многим людям, ему свойственно заблуждаться. Я считаю, что вся его позиция по Украине глубоко порочна. Глубоко порочна. Вся его позиция по Путину глубоко порочна. Я ему об этом говорил в глаза. Моя совесть чиста. Я считаю, что огромное влияние на его высказывания и действия оказала его неизлечимая болезнь, которая свела его в могилу, в конце концов. Он был онкологией, и он тяжело болел. Постоянная химия повлияла абсолютно уверен на его позицию, на его высказывание. Но, повторяю, при полном несогласии с его позицией, я продолжаю считать его замечательным человеком, светлым, добрым, хорошим, умным. Поэтому большая трагедия, то, что к концу жизни он перечеркнул всё, что было раньше, испортил себе некролог в понимании моём и в понимании миллионов украинцев и стал врагом Украины. Страны, в которой он родился, которую он любил. И я вам скажу больше. Последние дни перед смертью он бредил на украинском языке. Этого никто не знает. Ещё звонок у нас. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Добрый день, Евгений, Запорожье. Я бы хотел спросить у Дмитрия. Может быть, немножко не по теме вопрос, но меня это немножко мучает. Я был на вас подписан года, наверное, с 13 по июнь 2018 года. Я вам сейчас скажу, почему я отписался. Я вам внимательно смотрел. Вы, может, помните чемпионат мира по футболу в России? И в ваших программах выходило до чемпионата, вот там февраль, март. И вы так утверждали, и я вам верил почему-то. Вы утверждали, что чемпионат не состоится в России, что его обязательно и отменят. А он состоялся. Я вот поэтому от вас отписался, потому что вы не прогнозировали, вы именно утверждали. А случилось не так, как вы утверждали. Вот такой вопрос. Спасибо. Да, спасибо, Евгений, Запорожье. Спасибо. Евгений, вам придется подписаться на меня снова после того, что я вам расскажу. Кстати говоря, мне вспоминают, раньше говорили. Смотрите, Гордон сказал, что Северного потока-2 не будет. Гордон сказал, что Крымского моста не будет. Гордон сказал, что Чемпионата мира в России не будет. Ну, какая-то лысая баба Ванга. Я вообще люблю подтрунивать над собой, я не вижу в этом ничего плохого. Я сказал, ребята, а что, Северный поток состоялся? Северный поток-2, он есть? Его нет. Предсказание сбылось. Крымский мост. Следите внимательно за мостом, его не будет. Поэтому предсказание сбудется. Что касается Чемпионата мира по футболу в России, что он не состоится. А что, он состоялся? Это шутка. На самом деле он состоялся, и я ошибся здесь, признаю это. Но информация, которая ко мне стекалась из разных источников, люди меня уверяли в том, с Запада, что все-таки санкции победят. Но победило бабло, которое Путин не пожалел на подкуп товарищей из FIFA. В Соединенных Штатах ведется следствие по этим коррупционным скандалам. Там уже кто-то сидит. Я считаю, что представители FIFA, это мое мнение, просто взяли путинские грязные бабки за то, чтобы не отменять чемпионат мира в России. Поэтому, Евгений из Запорожья, подпишитесь на меня снова, я вас буду. Вопрос от Василия. Как в вашем представлении должна выглядеть победа Украины, выход на границы 1991 года, допустим, а дальше что? Ну вот и тут как раз можно продолжить. Василий спрашивает. Что такое для меня победа Украины? Первое. Выход на границы 1991 года. Второе. Украина в ЕС и в НАТО. Третье. Репарации со стороны России. Четвёртое. Публичное покаяние России перед Украиной. Пятое. Как бонус распад России. Я эту фашистскую недострану не хочу видеть в том виде, в котором она сейчас находится. Было бы полезно для всего мира, чтобы эта агрессивная, хамская, быдлячья страна распалась на удельные княжества. Им тоже так, кстати, будет лучше. Вопрос по поводу Владимира Зеленского. Есть ли возможность и планы взять интервью у президента Украины? В каких вы сейчас отношениях? В абсолютно нормальных отношениях. Я уверен, что интервью будет. Но самое интересное интервью с Владимиром Зеленским, на мой взгляд, будет даже не то, которое я у него взял перед выборами президентскими. Это единственное его интервью было, трёхчасовое. Самое интересное интервью с Владимиром Александровичем будет после победы. Даже больше скажу. Самое интересное интервью будет с ним после того, как он перестанет быть президентом. Потому что из опыта действующие президенты могут сказать куда меньше, чем президенты в отставке. Юлия спрашивает у вас. Дмитрий, вопрос такой. Кто из интервьюируемых вами гостей особенно запомнился ложью, цинизмом и враньём? По скриптам Лукашенко не в счёт. Но если вы готовы, можете Лукашенко тоже включить. Лукашенко вне конкуренции. Вот эта паскуда вообще. Он врун первостатейный, конечно. Всё, что говорил, всё враньё. Ну, конечно, Жириновский. Безусловно, я делал с ним два интервью. Но он это делал настолько, он врал настолько изящно. В общем, во втором интервью он, в конце концов, сказал, что кучму Кравчука и вас надо посадить в отдельный поезд, в отдельный вагон, прогнать через всю Россию в Воркуту, посадить в лагерь. Там птицы, говорит, замерзают на лету и падают на землю. Очень смешного человека. Камила пишет. Вот, Валерий Соловей обещал вам раздобыть номер статьи, по которой завели на вас уголовное дело. Сдержал ли он обещание? Не раздобыл пока. Ну, жду, жду. Я, кстати, попутно обращаюсь ко всем. Нет, номер статьи я знаю. Я четыре статьи по четырём уголовным делам всё знаю. Меня интересует, сколько мне лет дали. Прошу всех, кто что-то знает, напишите мне в личку в Инстаграм. Мне просто интересно, сколько мне дали лет. Басманный суд Москвы сколько дал. А вам Валерий Соловей как гость сегодня, учитывая, что он находится в Москве, интересен? Ну, он интересный, конечно. Слушайте, мы же понимаем всё. Раз он в Москве и его не трогают, значит, у него какая-то связь с ФСБ или с ГРУ, я не знаю с кем. Но сам он говорит, я же ему задавал этот вопрос не раз, сам он говорит, за мной стоит могущественная организация. Но я же говорю, может ФСБ, может ГРУ, кто знает. Но он харизматичный. Мне нравятся харизматичные люди, тем более, что на словах он топит за Украину, поэтому мне нравится. А вот сегодня, я понимаю, что чисто гипотетически, если порассуждать. Вот, допустим, звонит вам Песков и говорит, Владимир Путин готов вам дать интервью. На нейтральной территории. Вы спрашиваете, что хотите. Как вы поступите? Я скажу, пошёл нахуй ты и пошёл нахуй твой Путин. Вот единственный ответ. То есть диалога не случится. Ну и в завершение нашего разговора спрашивают, Дмитрий, как не поддаваться журналисту эмоциям и как в условиях беспрецедентной войны оставаться журналистом, оставаться... Нельзя оставаться над схваткой, я понимаю. Но всё-таки контролировать какие-то свои эмоции, свои симпатии, антипатии. Легко оставаться журналистом, сидя в мягком кресле, не поддаваясь эмоциям, когда твой город, твою страну не бомбят и не убивают твоих граждан. Это легче простого. Сидишь, кайфуешь, попиваешь кофе, и всё хорошо. А когда фашистская страна, недострана нападает на твою родину, когда над твоей головой летают ракеты, я вам скажу, в этом году я просто... Надо мной ракета пролетала, вот надо мной прямо. Когда убивают украинцев массово, когда разрушают наши города, когда всё несправедливо, как оставаться спокойным, разважливым, я так и украинское слово. Я же не от спокойствия, наверное, на третий день войны в эфире телеканала «Дождь», обращаясь к российской армии, сказал «Пи**йте, на**йте сюда, пи**йте, пи**йте». Я с удовольствием это повторяю. Это актуально. Я это сказал, потому что я так чувствовал. И, кстати, этот совет актуален для них до сих пор.